Помогите найти друга. Красноярец ищет собаку, которую бывшая супруга отдала в чужие руки без его ведома. Где сейчас находится питомец, мужчине не говорят. Сам он уже практически отчаялся. Телевидение стало последней надеждой увидеться с хвостатым. Подробности истории расскажем в сюжете далее. Мы ищем собаку, потеряли. Вот может быть она предположительно в этом находится районе. Может где-то видели, у соседей где-то видели. Евгений со вторника ищет своего друга, двухгодовалого маламута Грейси. Питомец стал заложником семейных разборок. Супруги развелись, собака осталась у жены. На днях женщина отдала пса другим людям, а сама переехала в Краснодар. Кому и зачем, мужчина не понимает. На звонки бывшая не отвечает. Чем она руководствовалась, когда отдала собаку, которая ей, по ее словам, очень любила, и ей она очень сильно нужна была, и сказала, что выставит ее на улицу. Я не знаю, почему так произошло. Это все было встанье сделано. У собаки онкология. Мы ее лечили химиотерапией зимой. И ее надо наблюдать, потому что стресса и от таких вот ситуаций у нее может усилиться это, и рецессия начнется. На самом деле, расклейка объявлений – это скорее жест отчаяния. Только в этом СНТ их буквально один на одном. Поэтому главная надежда сейчас на отзывчивых горожан. По словам зоозащитников, домашние животные частенько становятся заложниками разборок двуногих. Чтобы насолить друг другу, люди вымещают зло на любимцах тех, кому хотят сделать больно. Сдают в приюты, морют голодом, либо и вовсе выбрасывают на улицу. Неизвестно, хорошие вообще люди, нехорошие. Я не понимаю, какая проблема вернуть, если на улице столько бездомных собак в приюте, столько собак, породистых собак. То есть приходи и бери. Вернуть хозяйскую собаку нужно, потому что у этой собаки уже есть хозяин. Возьмите того, у кого хозяина просто нет. Поэтому, если вы видели Грейси, звоните по номеру, который указан на экране. Евгений, в свою очередь, уже обратился за помощью в полицию. Денис Козлов, Дмитрий Комаров, 7 канал.